Всем привет, Русик! Мы продолжаем с вами открывать глаза на земельную реформу. В прошлом выпуске мы общались о большом обмане про снятие моратория на продажу земли. Я не спорю, в это элементарно поверить, если никому ничего не объяснять. Сегодня мы с вами поговорим о распространенных мифах, которые связаны с продажей земли. Итак, миф номер один. У вас заберут землю. Так разом с нами. Понятно, что они все поскупляют, а мы, как были в Голебосе, так в Голебосе останемся. То же хоть какой достаток у людей есть, а если позабирают, что чем-то, как-то жить. И так работы нема толком, а то же землю заберут вообще не будет ничего. Бабулечки, дедулечки, дядечки, тетечки, спокуха, выдыхайте. Я вам рассказываю, объясняю, показываю на пальцах. Вот это ваша земля до открытия рынка. Вот это она после. Ключевое здесь что? Она ваша. Никто не имеет права у вас ее забрать. Рынок не лишает права собственности. Поймите, рынок наоборот дает вам право собственности. Вы сможете сделать со своей землей все, что вам заманается. Хотите, сдавайте ее в аренду. Хотите, дарите. Хотите, продавайте. Она ваша. Более того, мы не советуем вам в первый год вообще ее продавать, потому что цена на нее будет только расти. Итак, миф номер два. Продадут землю за копейки. Пожалуйста, услышьте меня. Невозможно продать за копейки то, что уже стоит копейки. По подсчетам аналитиков, землевладельцам, если был бы уже открыт рынок земли, получали бы в 12 раз больше. В 12, мать его, раз больше. Объясняю еще проще. Сейчас аренда одного гектара стоит приблизительно 40 долларов. 40 долларов. А должна стоить 480. Почему такая разница? Потому что нет рынка земли. А нет рынка земли, нет цен. А нет цен, нет денег. А теперь подумайте сами. Арендаторам проще платить вам 40 долларов или 480. Итак, миф номер три. Введение свободного рынка выгодно только латифундистам. Латифундисты, это не глисты, сразу говорю. Это просто крупные землевладельцы. Это полный бред. Почему? Потому что, повторюсь, вы можете просто закрыться дома и никому не открывать. Это ваша земля. Вы что хотите с ней, то и делайте. Ходите, продаете, хотите нет. Так что выдыхаем и расслабляемся. А я сейчас передаю слово человеку по лицу, которого уже видно, что он выгнул и расслабился. Братан. Без рынка земли за эти годы померло близко миллионы людей, которые не оставили спадкоемцев, которые не смогли переоформить свои участки. Чего? То, что переоформить спадок, это очень дорого. Как это называется? Это называется заработок на чужом горе. А самое бедное, что миллион этих земельных участков попереходили на баланс сельских советов. И как вы думаете, как они используются? А они используются, выключено, в своих интересах и своих целях. Вот как жить? Хоть живи, хоть плачь, хоть радуйся, хоть помирай, но спадок остав в наследство, чтобы его не спиндюрили. Итак, плавно переходим к моему самому любимому мифу. Сейчас говорят, заеду... Давай лучше покажем. Хотя да. Давайте мы нам лучше его покажем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ден, батько, ден? Де земля? Де наш город? Де чорнозем? Пока ты, сынка, был в Польше на заработках, мораторий сняли, китайцы приехали, там весь чорнозем выросли. От как? Скажи мне, как? Его же было дохрена. Так их тоже было дохрена. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так Ляшко был прав. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Олежа! Мы все проїмцы! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Куповать или продавать землю сможет только украинские громадяни та украинские компании. Страшилки про китайцы, которые вывезут нашу землю вагонами, это маячня. Дорогие, уважаемые и любимые украинцы, не видеть, пожалуйста, эти всякие мифы-страшилки. Они специально созданы для того, чтобы вас напугать. Просто с кем-то поговорить. А если не с кем поговорить, то скоро заработает специальный колл-центр, в который вы сможете позвонить в любое время суток, для того, чтобы ваша уверенность в завтрашнем дне никуда не пропала. А еще в Украине скоро появится новая должность уполномоченной президента, которая будет отстаивать права солян. Поэтому оставайтесь на связи, солян, и вы в безопасности, Руси. Пока.